Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор встретился с победителями премии «Студент года». КФУ развивает исследования в области виртуальной реальности. В феврале в КФУ пройдет День науки. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с победителями республиканской премии «Студент года-2019». О том, как это было, смотри далее. В минувшие выходные в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся финал премии «Студент года» Республики Татарстан-2019. В рамках премии студенты и студенческие коллективы КФУ одержали победу в ключевых номинациях. О звании лучшего студента года в Татарстане удостоился магистранков у Камальдин Бабахонов. Ректор КФУ встретился с победителями республиканской премии, чтобы лично поздравить ребят с победой. Когда мы узнали результаты, позвонил и Ритм Магелиночу, и потом здесь, на утренней планетке, поблагодарил всех, кто принимал активное участие, во-первых, в воспитательной части нашей работы, во-вторых, вас, поскольку в любой победе есть всегда результат обоих сторон. С одной стороны самого участника, а с другой стороны тех людей, которые этого участника готовили. Поэтому большое вам спасибо, бедзор и ахмат. Со словами благодарности выступил и обладатель гран-при премии студент года 2019 Камальдин Бабахонов. На сегодняшний день КФУ – это университет с огромной инфраструктурой, с самой лучшей инфраструктурой, которая входит в самые лучшие рейтинги, и это все благодаря вашим усилиям, Александр Равкатович. Мы, студенты, стараемся брать с вас пример и брать самые лучшие вершины в самых различных конкурсах, соревнованиях и быть достойными звания студента Казанского Федерального Университета. Далее слово благодарности Казанскому Федеральному Университету высказали победители в различных номинациях премии. Наша организация в этом году стала лучшей студенческой организацией Республики Татарстан, и мы выражаем огромную благодарность и вам за вашу поддержку, ведь без университета мы бы не достигли столь высоких вершин в прямом и переносном смысле, и мы гордо несем флаг университета все выше и выше. Меня зовут Скрипачева Юлия, я студентка пятого курса Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Я являюсь руководителем творческого коллектива «Имэйдж». В этом году мы стали победителями в номинации «Студенческий творческий коллектив года». Мы хотим вам выразить огромную благодарность за поддержку в развитии творчества и культуры, культурной жизни всего университета. В свою очередь студенты-победители наградили ректора КФУ Ильшата Гафурова шарфом и статуэткой в номинации «Лучший ректор». Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Казанский федеральный университет последние несколько лет активно развивает исследования области дополненной и виртуальной реальности, и уже добился в этом заметных успехов. О них наш следующий сюжет. Высшая школа ИТИС Казанского федерального университета разрабатывает VR-программы для медиков, нефтяников и юристов КФУ. Заслуга в этом принадлежит команде научно-исследовательской лаборатории, дополненной виртуальной реальности и разработке игр под руководством Влады Кугураковой. Продолжая наш цикл виртуальных хирургических операций, кроме аппедиктомии, мы сейчас разрабатываем трахеостомию кесаревого сечения, трепанасу черепа и другие базовые операции, которые, в принципе, должны знать студенты медицинского факультета при выпуске. Разработчиков консультирует заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии Казанского федерального университета доктор медицинских наук Сергей Зинченко. Разработан нами виртуальный полигон «Осмотр места происшествия». В этом смысле мы сотрудничаем с юридическим факультетом. Антонов Игорь Олегович консультирует нас. У нас создан достаточно большой и интересный проект по криминалистическим методам ведения дел. И сейчас разрабатываются новые подходы по допросу, например, подозреваемых по осмотру места происшествия. Интересный проект разрабатывается и совместно с Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Виртуальные тренажеры, с помощью которых студенты будут учиться ликвидировать разливы нефти и работать с буровыми установками. В этом году у нас открыта магистратура по этому направлению и принят первый набор студентов, которые занимаются изучением полной виртуальной реальности. Пока набор был небольшой, у нас только коммерческие места были. Со следующего года у нас будут бюджетные места. Я думаю, что будет больше народу. Вообще у нас 15 мест. Интерес был и из-за рубежа. К нам приехали учиться из Казахстана. Сейчас есть заинтересованные и из других стран. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. В 2017 году стартовала самая масштабная научно-популярная акция в мире «Открытая лабораторная». Проект рассказывает об устройстве природы и техники, а также о новейших достижениях в области науки. 8 февраля КФУ присоединится к этой акции и проведет «День науки». Подробности в следующем сюжете. 8 февраля в Казанском федеральном университете состоится «День науки», приуроченный ко всемирной научно-популярной акции «Открытая лабораторная». Участники акции напишут тест, а затем получат подробный разбор всех ответов. Принять участие могут как взрослые, так и дети от 7 лет. «День науки» проведут сотрудники Института физики и Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Это будет очень насыщенный день и для детей, и для взрослых. Мы приглашаем самую разную аудиторию. У нас пройдет открытая лабораторная. Это дети и взрослые смогут написать тест по разным-разным предметам. Там будут разные вопросы, а они смогут проверить свои знания. Преподаватели университета и специально приглашенные гости прочитают цикл лекций. Кто съел полиэтилен о сборе мусора, фантастические твари, где они обитают, о паразитах. И 60 лет изобретения лазера о его устройстве и применении. «День науки» состоится во втором учебном корпусе Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 35, в аудитории 108 в 14.00. Диана Шеленкова, Универньюз. О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. На площади Елабужского института Казанского федерального университета состоялся праздник, посвященный Дню студента. Татьяна День объединял представителей студенческого сообщества Елабуги. Для меня студенчество – это в первую очередь жизнь активная, яркая, позитивная. Для гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу и праздничный концерт. Кульминацией мероприятия стало торжественное награждение Татьян, среди которых были как преподаватели и сотрудники вуза, так и самые активные студентки из Елабуги. Наступает очень приятная пора, когда вы возвращаетесь домой, когда вы встретитесь со своими друзьями, родными и близкими. Обязательно передайте от всех от нас большой привет вашим мамам и папам. Будьте успешными, будьте лучшими и обязательно будьте счастливыми! На базе Елабужского института Казанского федерального университета состоялось первое в новом году занятие детского университета. Маленькие студенты посетили увлекательные лекции, узнали все о профессии полицейский и познакомились с гравюрами известных художников. В школе юных криминалистов ребята учили составлять фотороботы сказочных персонажей и снимать отпечатки пальцев. Также студенты детского университета приняли участие в квест-игре «Календоскоп профессий». Все дети у нас всегда. Приходя к нам в детский университет, первый вопрос – какие будут мастер-классы? Куда можно пойти? Поскольку мастер-класс – это более, так скажем, практикоориентированное занятие и детям очень интересно. Всегда ажиотаж – это тогда те занятия, когда дети делают что-то своими руками. В Елабужском институте Казанского федерального университета продолжаются межрегиональные олимпиады для школьников. Более 60 старшеклассников приняли участие в Олимпиаде по обществознанию. Среди них школьники из Татарстана, Башкортостана и Удмуртии. С каждым годом интерес школьников к нашим олимпиадам Казанского федерального университета возрастает. Олимпиада проводилась в два этапа – заочный и очный, по результатам которого определяются победители. Задание олимпиады направлено на проверку теоретических знаний, выявление творческих и научно-исследовательских способностей. 27 января в IT-парке прошло совместное пресс-мероприятие компании Ericsson и МТС, которое было организовано при поддержке правительства Республики Татарстан. На мероприятии были продемонстрированы первые в Казани решения 5G для промышленности и умного города. Технологии 5G произведут революцию в промышленности, поэтому на заводе КАМАЗ уже развернули первую в России промышленную сеть. Напомним, что КАМАЗ и Казанский федеральный университет создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!